Широкая публика узнала о вас после мега успешного участия в X-Factor. Вы дошли до финала, но, к сожалению, не смогли победить. Сейчас вы снова планируете повторить этот успех и попробовать себя в Евровидении. С проектом X-Factor запустилась какая-то такая азарт, появился большой, тем более к концу проекта. Мы изначально шли на X-Factor просто проверить себя, узнать, на что мы способны и как вообще люди отнесутся. И мы видим эту тенденцию позитивную для нас. Нас хорошо воспринимают вроде бы как и Евровидение – это очередной такой эксперимент для нас. Понять, с чего мы сделаны, можем ли мы в таком масштабном проекте участвовать. И вообще непонятно, что с того получится, но мы себя испытываем. Но в очередной раз это испытание для нашей группы. Мы только развиваемся, мы в принципе считаем, что мы действительно молодой коллектив, который просто учится, мы щупаем какие-то различные методы продвижения. И подобные шоу, они действительно помогают. И аудитория узнает новую музыку, это способствует развитию. И для нас это как бы очередное испытание на проверку, чего мы стоим, чего мы стоим. И больше даже, наверное, опять же, на «Х-фактор» мы шли с идеей, с одной глобальной, такая себе революция, пихать ту музыку, которой еще не было у нас в шоу-бизнесе, на телеке, в радио. И вот мы продолжаем, наверное, это делать дальше. В одном из интервью вашем я прочитала, что заявку вы подали спонтанно. Или это уже было запланировано? Это было, в принципе, аналогично, как и с «Х-фактором». Нам поступило предложение участвовать в конкурсе, и у нас как раз был трек, который мы не анонсировали. И мы подумали, что почему бы нет. Тем более продолжение «Х-фактора», пока есть эта инерция, пока люди действительно что-то ожидают от нас. Это очень способствует продвижению, и в том числе, как бы просто так, наверное, совпало, нам повезло, что после одного проекта начинается второй проект, который масштабней, и мы решили, что мы готовы. Для нас это испытание. Это такой очередной челлендж, который покажет, да или нет. Как изменилась жизнь группы, возможно, ваша личная жизнь после этого решения? Упланился график? Евровидение именно? Ну, понятное дело, времени свободного и так не было, а сейчас его, в принципе, уже отсутствует, уже даже в минус, надо сутки растягивать, так как концерты, подготовки, всякие репетиции, этого куча-куча всего. И это еще не началось с отбор? Да. Сам полу. Ну, и мы не успели прийти в себя после «Х-фактора», по сути, и тут опять начинается та же возня. Ну, в общем, график еще плотнее стал. Все ли участники группы восприняли эту идею единогласно? Или у вас были какие-то возражения, там, типа, да нет, зачем оно нам? Мне кажется, на самом деле, мы даже поначалу особо никто не задумывался. Мы так участвуем, участвуем, окей, и пошли дальше заниматься своими делами. И оно вот сейчас вот только начинает переходить понимание, что мы попадаем в прямой эфир. И уже ложится. Ближе к запуску проекта, да, начинаются просто уже какие-то обязательства со стороны артиста уже перед каналом. Ты начинаешь что-то готовиться, репетиции, прогоны, саундчеки. И ты тогда уже как бы понимаешь, что да, вот действительно называешь что-то большое, и ты включаешься в это. До этого это просто одна позиция из каких-то там концертов, съемок и эфиров, то есть какая-то из. Обычная жизнь. Обычная жизнь, да. А что вы хотите сказать зрителю и слушателю своей песни? И вообще, какой должна быть песня, чтобы победить на Евровидении? Хорошая песня должна быть. Ну и мне кажется, здесь как бы вопрос больше должен быть не в том, что мы хотим сказать. Мы вкладываем там свою какую-то мысль. Важно, чтобы любая музыка вызывала какие-то определенные эмоции у слушателя. Пусть даже это будет у каждого свое. И вот хочется больше не донести какую-то конкретную идею, а чтобы люди о чем-то задумывались. То есть даже пусть каждый о своем, о чем-то желательно хорошем, не о плохом, а чтобы как-то становились лучше и наводило это на какие-то позитивные мысли. Ну да, для нас это, в принципе, опыт будет опять-таки колоссальный, я уверен. И Евровидение – это конкурс песни в первую очередь. И, наверное, крутая песня заключается в том, что если человек ее слушает, то он ее может как-то с собой сопоставить. Это первая песня нашей группы о любви, действительно, о том чувстве, которое беспокоит каждого в большей степени. И мы просто надеемся, что, сыграв эту песню, много людей задумается о самом главном в жизни. После победы Джамалы за нашей страной в этом году будут пристально наблюдать все европейские медиа, букмекеры, зрители, естественно. И готовы ли вы сломать стереотип, что на Евровидении два года подряд одна страна победить не может? Вот представим уже национальный отбор, вы победители, и вот чем? Что нужно, чтобы второй раз Украина победила? Вы готовы к этому? Не, мы готовы вообще ко всему. Ну и мы всегда становимся готовы уже, когда перед фактом. Изначально сложно к чему-то быть готовым. Но, если мне не изменяет память, такого формата артистов групп не было в этом конкурсе. И это нас отличает, наверное, от всех остальных. И, ну, не знаю, кто-то же должен это все донести, и почему бы Украина не выиграла второй раз? Все случается в первый раз, и все зависит от веры артиста в себя, и действительно, если страна поддержит и посчитает, что этот артист достоин представлять, то почему мир в это не поверит? Ну, если мы выиграем в этом году мы, а Украина выиграет второй год подряд, то тогда, наверное, больше ответственность сложится на следующий год. Потому что тут уже третий раз, и проигрываешь ты уже все. Я вот, кстати, хотела спросить, вы у меня вопрос просто сняли с уст, по поводу того, что вы первооткрыватели, и действительно, таких прецедентов, вот, рок-групп, такого плана музыкантов, такой музыкантов, как у вас, еще не было. Вы не боитесь, на что вы будете делать ставку? На музыку, на вокал, на шоу? Ну, на все подряд. Мы просто, не знаю, мы не группа, которая там создана в каком-то, для какой-то коммерции, для чего-то. Мы начинали просто на энтузиазме, и мы на нем же и продолжаем. У нас не стоит на первом плане какой-то там даже заработок. Мы это все делаем от души, по-честному, и это то, что нам реально нравится. И к чему это? Ну, мы просто выйдем, мы будем с собой, и обычно, как бы это такая очень приятная тенденция, если брать прошлогодний эфир, если брать участников этого года, то очень много молодых коллективов, которые пока еще не имеют широкой известности, но играют очень крутую музыку. И я почему-то верю, что вот в этом году победит один из таких коллективов, и в первую очередь это задача всех участников показывать, какая в Украине есть музыка, которая действительно нуждается в вовлечении широких аудиторий, широкой массы. Она действительно достойна быть признанной во всем мире. И вот в первую очередь нужно думать об этом, что это как бы конкурс, он конкурс, понятно, но есть миссии, есть стратегии, и если мы хотим показать Украину с лучшей стороны, то я бы обращал внимание на молодые коллективы. Для вас это шанс показать европейскому зрителю? Кто бы ни поехал, кто бы ни представил, это будет шанс, чтобы на Украину снова посмотрели, обратили внимание, и мы показали, что мы не нафталиновая, не какая-то там попсовая эстрада, что мы действительно передовые, мы трендовые, мы современные, и мы европейские. Вот слово эстрада даже такое именно. Вот, поэтому очень круто, что абсолютно разные коллективы участвуют, и это будет действительно интересно. Хотела спросить, тяжело ли обрести популярность сегодня в Украине рок-группе? Нам сложно судить о популярности, ну как бы мы не считаем, что мы популярная группа, мы просто как бы участники проекта, который помог, чтобы о нас узнало больше людей, и эти люди вовлеклись, спасибо им большое, как бы мы расширяем, как бы горизонты нашего влияния, но мы не можем сказать, что мы там популярная группа, и... Узнают, но отчасти мы даже это не воспринимаем, это как сказка какая-то, ну то есть, если кто-то узнает, просит автограф, то мы каждый раз удивляемся, и краснеем, и как бы, это нам не совсем свойственно, как бы, вот слово популярность, ну, не знаю, наверное, формата вообще вот подобной музыки, и того, что мы делаем, как бы, популярность, это пятый вопрос. Что происходит, как будто не с нами, мы со стороны на все это смотрим, там кто-то бывает с ума сходит, автограф, и там тебя дергают за штаны, ну, и это как будто не мы, это как-то все такое. Ну, есть некий такой иллюзорный момент, что после участия, конечно, в любом проекте, просто после появления на телевизоре, люди тебя узнают, и зачастую они просто даже не понимают, кто ты есть, они просто тебя видели, они подходят там, отдай автограф, а кто я? Да, я не знаю. Ну, это абсолютно раз. Знаешь, значит, мы делаем музыку, мы выходим, если под сценой есть люди, и мы чувствуем, что они пришли на нашу группу, что они вовлекаются, что они отдают нам свою энергетику, это популярность, это успех. Еще несколько вопросов о Евровидении. Вместе с вами вы с конкурентами знакомы своими? Ну, чуть-чуть, да. Ну, просто у нас вот в предыдущем интервью был Олег Собчук, лидер Sky, да, и он говорит, я вообще даже не в курсе, кто прошел. Как вы оцениваете своих конкурентов, и есть ли среди них достойные по-вашему, то есть кто ваш главный конкурент в полуфинале? Ну, вот мы прослушали композиции, безусловно, мы слушали группы тоже, которые участвуют, потому что нам интересна все-таки наша категория, непосредственно как бы рок-коллективы. И я считаю, что у Аторвальда очень большие шансы, что у Sky хорошие шансы, Green Grey, ребята. И есть наши друзья, я не сказал, что это рок-эстетика, но мне кажется, очень большие шансы у группы Evenmore, хотя они еще не показали композицию. Да, вот. Я забыл, что я хотел сказать. А, я вспомнил. Я хотел сказать, ну как бы конкуренция, окей, да, это конкурс, но опять же как-то нету такого ощущения, ну по крайней мере мы об этом не думаем, что здесь конкуренция и кому-то нужно там какую-то лажу сделать. Это пока вас много. Ну я думаю, я думаю, оно так и будет. Как бы нету ощущения соревнования. Есть просто понимание, что ты участвуешь в большом конкурсе, ты на нем должен выступить хорошо. Это ответственность. Да, максимум сделать все хорошо, все, что от тебя зависит. Остальное уже дело людей, жюри, судей и так дальше. Скажите, а общались ли вы после того, как узнали, что попали в полуфинал с организаторами, вот с жюри, были какие-то встречи? Потому что нам еще этого никто не рассказывал, возможно, откройте занавес немножко. Да, у нас была жеребевка, совмещенная с какой-то технической встречей с организаторами проекта с Евровидения. И вот на жеребевке мы уже почувствовали, что в принципе очень дружественная атмосфера витает в этом павильоне, где происходила первая часть жеребевки. После этого, когда остались артисты и представители артистов менеджмента, либо там представители группы, было некое техническое собрание, на котором обсуждались нюансы. И вот, как ни странного нету, больше вопросов было со стороны коллективов, которые не играют ни живьем. Я даже не знаю, что они поют без фонограммы, я не знал этого. Оказывается, поют. Вот у них было очень много технических вопросов, что-то им было непонятно, что-то там, ну, как-то я не понимаю. Люди, которые в бизнесе более там 50 лет, задают тысячи вопросов, коллективы, которые молодые, у них должны быть эти вопросы, им все понятно. И вот мне кажется, уже идет вот этот вот отрыв, как бы чувствуется, что молодежь. Что от вас требуется для участия? Вам это что-то стоило? Ну, сил стоит, подготовки, написать песни надо было. Нам же это ничего не стоило, Таня. Ну, у нас немножко такая ситуация, наверное, отличающаяся. И, в принципе, наверное, из-за этого все и получается. По сути, как бы группа, да, там, The Touch, она состоит не просто из пяти людей, которые находятся на сцене. Это действительно большой штат людей, которые работают. Это фотографы, дизайнеры, видеоинженеры, пиарщики. Вот сегодня в нашу команду добавился юрист. Это люди, которые верят в эту музыку и на энтузиазме нам помогают. И вот, как бы, этот локомотив, он состоит из многих-многих-многих таких вагончиков. И вместе все эти люди, вот, пробивают, как бы, такой путь. Если бы это все было завязано, наверное, на коммерции, на зарплатах, на каком-то гонораре, на какую-то гривну больше-меньше, этого бы ничего не случилось. Это просто вера в свое дело, в то, что завтрашний день, он, возможно, покажет людям тебя настоящим. И они в тебя поверят. Больше в этом нет ничего. Вот основная задача просто быть собой, быть настоящим. И скажу, что записать песню на студии, это стоит денег. Снять клип, это стоит денег. Записать, заказать пресс-релизы, это стоит денег. Отрепетировать, это стоит тоже денег. Собрать коллектив, который будет выступать с тобой на сцене, одеть их, накрасить, нагримировать, это тоже финансовые расходы. И, конечно, если смотреть бюджет группы, то это абсолютно неприбыльная история. И как бизнес-план это никого не заинтересует. Вы еще не планируете быть в коммерческом экспертном праве? Ну, это как бы бонус. Это не стоит первоначально какая-то задача. Если это есть, это значит признак какого-то признания. И это круто. Но всегда, я надеюсь, что так оно и останется, всегда в первую очередь важна здесь душа всего того, что мы делаем. Помимо Евровидения у вас в этом году наверняка запланированы концерты. Где, когда, где будете выступать? Ну, у нас сейчас начинается тур. По-моему, первый у нас концерт. На выходных 29 числа мы едем в Ушгород. Да, у нас будет там ряд концертов еще. 28-й Одесса, что-то там я уже не могу... Ну, приятно, что график наполняется и за один день концерты добавляются. И отчасти мы не всегда знаем, какое количество концертов у нас есть. График дополняется. Но, в принципе, в социальных сетях, там ВКонтакте, в Фейсбуке можно зайти. Там вся информация есть. И со ссылочками там более детально можно ознакомиться. Как вы планируете совмещать Евровидения и концерты? Ну, мы ведем график. У нас, действительно, это сейчас очень сложно. Но, если заблаговременно все планировать, мы стараемся это делать, то мы успеваем все. Как бы, ну, понятное дело, мы разграничиваем какие-то зоны ответственности. Как бы все работают над проектом. Но заранее планировать, и тогда получается. Так сложилось, что сегодня в Украине статусность и узнаваемость артиста как раз определяется концертами, количеством их, ценой билетов. Для вас лично статусность артиста сегодня это что? Я не знаю, мне кажется, наверное, это реальное количество людей на концертах. Ну, наверное, что это такой показатель очень серьезный. Ну, люди по сравнению, там, не знаю, 10 лет назад, 5 лет назад ходили на концерты охотнее намного. Сейчас, ну, людям уже падло идти. Потому что есть интернет, это все можно посмотреть. И если у тебя на концерте достаточно много людей, это, значит, большой показатель. Наверное, это один из показателей статуса. Ну, и безусловно, конечно, музыка. То есть сейчас, выпустив один трек, ты не добьешься той известности, поставив его там на радио, на теле, как это можно было сделать, там, 5-7 лет назад. Сейчас, чтобы стать действительно популярными и забрать тот же зал, нужно приложить огромное количество усилий. И здесь вот вопрос. Либо ты действительно талантлив и ты этого заслуживаешь, либо у тебя есть какие-то возможности, которыми ты пользуешься, ты привлекаешь. Но это уже немножко другая история, потому что вот здесь и начинается история коммерческий проект и некоммерческий проект. Я не сужу мерками, что группа, которая собирает солдауты, это крутой материал, крутой продукт. Есть группы, которые действительно собирают большие площадки, но мне эта музыка не нравится. Есть группы локальные, которые собирают меньше, но тем не менее это полные залы, которые играют намного приятнее музыку. И вот момент здесь сопоставления той музыкальной части, которая будет близка каждому и коллектив, который собирает, вот в принципе это есть и показатель, что честная музыка, собирающая полный зал, это показатель успеха. Затронули радио и телевидение. Как у вас складываются отношения? Ну, мы привыкли к тому, что мы не формат. Но вот к приятному удивлению этот как бы лёд тронулся, и появляются радиостанции, которые поддерживают нас. Есть радио Рокс, есть просто радио. На Европе мы вот на прошлых выходных презентовали наш новый трек. И для нас это опять-таки удивление, потому что мы сидим, и мы сидим на Европе, и ФМ сейчас играет наша песня. Ты веришь в это? Я говорю, не верю. Есть категория артистов, которые крутят постоянно, круглосуточно. Мы это относим в принципе к артистам не ратированно, поэтому мы как бы ищем какие-то лазейки и возможности проявления не на официальных широкомассовых ресурсах. Но тем не менее, эти ресурсы постепенно адаптируются, и мне кажется, выхода нет. Потому что молодёжь, она всегда будет идти вперёд, и не всегда она делает продукт, который можно поставить в эфир, который соответствует каким-то нормам и концепциям. Но всё равно даже тем телекам, радио, им иногда нужно выходить из зоны этой комфорта, чтобы привлекать эту же аудиторию. Это такой симбиоз. Ситуация меняется, и это очень радует. Это в принципе то, из-за чего мы шли на тот же X-Factor. И группа такого формата в прямом эфире с ящика такое исполняет, такого ещё не было. Нам пишут, вы орёте постоянно. Ну окей, а чё, в чём там? Ну это же музыка, и посмотрите, ну понятно говоря, мы не говорим, что это должно нравиться всем. Но у этой музыки есть свой потребитель, и много людей этому рано. Почему нет? В Европе это нормальный пример, и включив европейское MTV, вы увидите там процента 80 рок-коллективов. Это нормальная практика. Что можно найти в вашем плейлисте? Остается ли у вас ещё время и желание слушать, что это помимо своей музыки во время репетиции? Я музыку вообще почти не слушаю последние какие-то годы. Мне очень мало чего нравится из нового. Но, ну не знаю, это никакая не новость, но последние там фильмы за Horizon, Eskimo Alexandria, вот такое всякое. Это мне заходит, мне нравится. У меня список абсолютно рандомных песен. Я выкачиваю просто какие-то новинки, списки билборда, когда обновляются, это всё лезет в мой плейлист. Но вот на данный момент у меня ракешного и тяжёлой, какой-то очень тяжёлой музыки в плейлисте нет. А на кого вы ориентируетесь на сцене? Есть ли у вас кумир в музыке? И кто это? Ну не знаю, как-то раньше, наверное, когда нам было там по 18, по 20 лет, ну как-то были какие-то такие моменты, когда хочу быть на кого-то похожим. Сейчас, по-моему, этого всего нет. Мы просто делаем так, как мы делаем, так, как нам нравится. Уже нет вот этого хочу так, как там, хочу так, как здесь. Просто был момент такой изоляции, когда материала было мало. И для того, чтобы посмотреть, нужно было взять у кого-то диск, флешку, либо кассету, а если нет, проигрывать или взять ещё у кого-то видик. Сейчас из интернета и материала очень много, и ты иногда просто не успеваешь охватить всё и вникнуть в каждую. То есть ты вроде поверхностно всё посмотрел, всё нравится, но конкретно тебя ничего не цепляет. Вот, наверное, у нас вот такая же история. Мы просто смотрим какие-то тренды, как делает успешный артист в нашем жанре, черпаем какие-то моменты, адаптируем их под себя. Но, в принципе, основная часть придумывается от нас, потому что ты пишешь музыку, это твои эмоции, и никто не может передать это иначе, чем тот человек, который придумал это. Наконец, у нас есть три БЛИЦ-вопроса, на которые нужно отвечать. Ну, вы можете отвечать коротко, да, нет, три коротеньких вопроса по очереди. Или 300 на 400. Да. Мы частично их, конечно, касались уже, но всё-таки для отдельного БЛИЦа я попрошу вас ответить. Евровидение для вас – это возможность? Ну, показать себя, попробовать себя, и да, и всё. А за кого бы вы отдали свой голос, и будете ли вы голосовать в полуфинале? Я хотел бы посмотреть все выступления и после этого сделать вывод. Да. Но ещё не все претенденты обновили песни свои, и на сцене это будет восприниматься абсолютно иначе. Да, совсем по-другому, поэтому судите. Нужно смотреть в целом выступления. Если бы, не дай бог, во время выступления у вас выключился микрофон, или там что-то пошло не так, что бы вы делали? Я идеально танцую. Я бы начал танец. И это бы прошло точно в финал. Мы бы поддержали. Да. И причём все подумали, вот так и должно быть, и мы бы вышли в финал, и в финале в этот же момент я просто танцую, что сказали, вот класс, вот так и вы будете. Если я попрошу продемонстрировать. Нет, 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 оставим это для Евровидения. Они обещали не показывать никому постановку до первого эфира, поэтому после первого без проблем. Да.